Друзья, я собрала сейчас клубнику. Прям грязь здесь лежит. Приходится отмывать сейчас по дну. Стоять после дождей. Грязь такая. Первый раз будем кушать в конце июля клубничку со своего огорода, потому что раньше у нас никогда не было клубники ремонтантные, а это вот я покупала в том году в Обе. И вот оно цветет и дает плодики. Поймут меня жители южных регионов, потому что в нашей области в начале июня обычная клубника обыкновенная. А это вот первый раз у нас. Я не помню, что за сорта я брала, а помню только, что ханэй, линга-зингаи. И вот она такая сейчас душистая. Правда, на лице какая-то мелкая. Мелкая грязь, дополна. А, нет, сколько грязи. Где-то будет еще, чтобы она не испачкалась. Я сорвала ее буреленькую всякую, потому что полежит, боюсь, что дожди пойдут опять, и она снова по-новой. Все смоется с грязи. О, вот такая вот. Разная, разнокалиберная. Вроде есть и покрупнее, и помельче. Но она такая душистая, такая сладкая, даже вкуснее, чем в июне была первая. Вот. Сейчас будем кушать с девчонками. Девчонок угощу. Все, клубнику говорили в два счета. Теперь хожу, только успела себе взять последнюю. Хожу теперь как краснокожий индеец. Нанесла себе на лицо. Главное, чтобы теперь никто не пришел. Когда на меня смотрят родители, что я в таком виде хожу. Они мне всегда советуют. Знаешь, чем полезно намазать? Ну, догадались, да? Ну, в общем, всем полезно. Может быть, и этим тоже. А так вот, и яичная маска, и банан, если кушаем обязательно, да? Клубничка, и малинка, и все-все. Любые фрукты, и овощи. Так, один флокс я подняла. Второй сейчас буду поднимать. Тот колл-вотер красивый я пыталась поднять, но немножко не получилось. Немного приподнялась. Сейчас палку там не пройдешь, где у нас лежат балки. Вот, видите, надо палочку втыкать. Немножко попыталась приподнять его. Но нет, не получается. Опять дождик обещают. Гром погремел, погремел, и все. У меня сегодня одна девушка, женщина-девушка, подписчица. Это Пенелана с Волгограда, с Красноармейском. Вам большой привет. Отвечаю на ваш вопрос. Я в комментарии ответила. А это я покажу. Может быть, многие смотрят и тоже задают с таким вопросом, что это такое у меня, вот это вот черное задуги. Это не дуги. Это, знаете, когда-то в городе кабель меняли. По-моему, телевизионный кабель. И вот большой-большой моток они почему-то выбросили прямо на мусорку. И, как говорится, мусорка – это наш самый лучший секонд-хенд для дачи. Там есть иногда полезные вещи. Но вот папа принес этот моток. И он такой вот плотный, прочный. Мы его просим, какой-то размер нам. И вот мы его так вот втыкаем на зиму даже, когда надо укрыть розы. Или же вот даже я буду укрывать гортензии молоденькие. Тоже так вот сделаю. И спонбонд натяну и укрою. А сейчас как дуги, чтобы собака, мама иногда пятится назад. Ну, в общем, и для шланга, чтобы шланг здесь вот так вот. Там вот видите, какие-то проводочки, какой-то оплетки. И вот в такой вот они обмотки. Или, как сказать, она как не резина, а пластик такой какой-то гнущийся. Поддается хорошо, гнется хорошо. Ну, а что? Вот видите, как удобно иногда что-то прикрыть. Или как ограждение сделать. Может быть, не очень красиво. Здесь вроде как заборчик. Ну, вроде как временно. А все, что временно, то постоянно. Так и это. Так что пригодилось. Все, все годится. Когда-то давно там был ковролин. Прямо практически новый, я уж не знаю. Не то какой-то офис. И вот мы его разрезали и пустили на дорожке уже сколько лет. Лежит, не гниет, и трава не растет. И как бы ходить можно. Может быть, некрасиво, но практически пока что. Порвется. Что-нибудь придумаем новое. Здесь вот перед теплицей. Вот теплица еще. Видите, кусок. Не то ковер, не то ковролин. Но еще то соседи отдают. Когда ремонт делают, начинают выкидывать все с балконов. И нам предлагают, мы забираем на машине, привозим. Вот здесь уже трава не растет. Потому что здесь ничего не посадишь перед теплицей. Но пока ничего не посадили. И грязь так вот, знаете, особо не развозишь. Да и трава не растет. В общем, мы тут в персидских коврах. Вот этот флокс я тоже подняла. Остается почистить сейчас верхушки. Но сейчас я хочу заняться кортензией. Так, друзья. Отвязала я свои подвязки. Что у ванилы фрайс. Все, что я тут наплела. Ну вот, видите, какая обстановка. Этот почти лежит. Эти тоже лежат. У нее самый вот этот сорт. Самый неподдающий. Самый капризный сорт. Очень сильно склоняется к земле. Хоть эти ветки, видите, какие толстенькие. Но шапки очень тяжелые. Под весом. После дождя их клонит к земле. Давайте сейчас вместе с вами я попробую снова все это переделать. Из чего я начну. Я, наверное, сейчас поставлю вот эту вот черную дугу еще вот сюда. Вот здесь не хватает. Все-таки как-никак она, видите, помогает. Как опора. Они ее немножко держат. А вот здесь не хватает. Сейчас я принесу. Вот я вставила. Ну да, оно, знаете, особо роли не играет. Но все же я подперла, видите. Основные ветки теперь держатся. Упор есть. Сейчас я хочу по низу смотать веревкой. Покажу. Ну что, друзья. Я подняла ее. Правда, накуролесила, видать. По-другому с ней никак. Не знаю. Надо учиться посмотреть в интернете, как эту паутинку вязать. Ой. Ну, в лучшем случае, конечно, было бы, если бы веревка эта была зеленого цвета. Ну, по крайней мере, она не лежит уже. Вот эти я подняла. И она сейчас и вот ту подняла. Ну, уже хоть стоит, видите. Вид у нее издалека. Если не смотреть на эти веревки. Ну, нам как-то не страшно. Она за качелью стоит. Но именно она одна и валится. Вроде не хочется. Она стала розоветь. Вот, видите. Появились такие вот розовые на ней вкрапления. Хочется посмотреть, потому что она у нас никогда не розовела. Всегда сразу как-то коричневела. Ну, посмотрим. Будут дожди, если еще. Ну, вот видите, если она сюда вот ее валит, то ее держат те другие. Те другие привязаны именно туда, к другим или к дугам. Вот так вот я наплела. Здесь наплела эти. Типа паутинки. Не знаю. Я не смотрела никогда, как ее плетут. Я только слышала, что паутинкой надо. Но сейчас закончу видео. Обязательно посмотрю. Надо было сперва посмотреть, а потом уже плести. Ну, знаете, я сама уже на этом своем опыте. Ну, вот так уже. Она не лежит и не валится. Это уже радует. Сейчас отойду, покажу. Ну, вот, смотрите, видите, издалека. Особо эти веревочки так не видно. Ну, надо будет зеленые, конечно, лучше. Но уже она собрана, не лежит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.